Всем огромнейший приветик, с вами Алиса и Рождённая Луной. Сезон 2 серия 6. Банк. Собираясь проникнуть в здание Eastern Unlimited Trust, Мия решила одеться в тёмное. Удобные костюмы с кожей. Но этот куда поинтереснее. Футболка и кожаные штаны. Берём. Я готова. Тогда вперёд. К банку подъехали, когда окончательно стемнело. Коротко повторили план действий. Боишься? Нет. И правильно, бояться нечего. Ага, начинаем? Вот, возьми, это для связи. Макс протянул Мия маленькую гарнитуру наушник с микрофоном. Спасибо. Оборотень открыл ноутбук с подключённой тарелкой антенны. Вёл несколько команд. Если верить программе, мы подключились к системам банка. Девушка вышла из машины, а Макс отъехал немного дальше. Согласно плану, он должен был присоединиться к ней позже. После того, как взломает сигнализацию и камеры внешнего наблюдения. Чего себе, Макс Хакер. В ухе Мии тихо щёлкнуло, затем раздался голос. Ты здесь? Да. Вот-вот должен был появиться охранник, совершавший регулярный обход вокруг здания. Укрывшись в тени, девушка стала ждать. Почти сразу открылась служебная дверь, и на улице появился мужчина. Чтобы не устраивать лишнее сотрясение мозга ни в чём не виноватому человеку, Мия стремительно подскочила к нему, схватив за горло. Э-э-э-э-э-э-э. Охранник задёргался, схватился за кобуру. Девушка нажала нужную точку на его шее, как научил Макс. И мужчина обмяк. Тихо, тихо. Придержав грузное тело, она забрала ключи, втащила охранника внутрь банка. Офигеть, я в шоке, Ниндзи. Как только Мия вошла, наушник шепнул голосом Макса. У меня всё в норме. Их связь и сигнализация временно блокированы. Только бы никто не начал стрельбу. Девушка достала схему этажа, полученную от уволенного клерка. Это детский рисунок. Чего притихло? Тут я. Нужно было сориентироваться куда дальше. Поворот налево, вторая дверь. Мониторная. Там сидит оператор видеонаблюдения. Я отключу свет, и охранник выйдет в коридор. Дай знать, когда будешь готова. На секунду девушка задумалась, как разобраться с оператором. Обезвредить его, как только откроется дверь. Макс, выключи свет через пять секунд. Четыре. Она подкрылась к двери, мысленно продолжая отчёт. Три. Встала сбоку, прижавшись к стене. Две. Одна. Одна. Девушка ударила. Человек упал, как подкошенный. Затащив оператора в мониторную, Мия снова вышла в коридор. Верни свет. Девушка ударила. Гарнитура шепнула в ответ. Всё в норме? Да. Ещё минимум один охранник, не расслабляйся. Помню. Система охраны перезагружается. Пара минут, я её опять вырублю и к тебе. Поняла. Иду в архив. Оборотень поглядывал то на здание Eastern Unlimited Trust, то на ноутбук. На мониторе в окошке, купленной у хакеров программы, лениво росла полоска перезапуска. Одна минута. Макс, архив пуст. Не понял. Здесь ничего нет. Пустые стеллажи. Я скоро. Начну осматривать другие офисы. Полоса на мониторе почти доползла до ста процентов. Макс положил палец на ввод. Клац. Есть. Они по-прежнему без связи и сигнализации. Мия открывала одну дверь за другой. За ними обнаруживались офисы с компьютерами и шкафами, на полках которых было полно бумаг. Проверять всё бессмысленно. Слишком долго. Либо клерк обманул, либо архив перенесли после его увольнения. Вдруг девушка увидела, что в конце коридора за дверью с табличкой «Директор» горит свет. Мия сделала пару шагов, и ей в затылок уперлось что-то твёрдое. За спиной раздался голос. Стоять! Сколько вас? Я одна? Враньё. Руки подними, дёрнешься, пристрелю. Так, ака не дёрнуться и ждать. Развернуться и ударить. Девушка резко присела и развернулась. Огромный, килограммов сто весом, охранник повёл вслед за ней дулом пистолета. Однако он был слишком медлительным, чтобы опередить Мию. Ха! От резкого удара в челюсть охранник дёрнул головой так, что хрустнули шейные позвонки. Ой, как жесть! Мия испугалась, что убила его. Но человек оказался очень крепким. Он даже не потерял сознание. Ого! Макс появился за спиной охранника и добавил ему по затылку. Грузное тело завалилось бы с ужасным грохотом, но оборотень поймал его и тихо опустил на пол. Привет, веселишься? Да, вовсюду тут. Не бойся, он просто в отключке. Ещё одного я вырубил по пути к тебе. Думаю, это последний. Макс посмотрел на офис, к которому шла Мия. Гляжу, директор банка сверхурочный работает. Ого! Капец! Ты там не бургеры трощишь втихую случайно? Банкир! Эй, что там за шум? Вы выяснили, почему был перебой с электричеством? От резкого удара дверь в кабинет распахнулась, хлопнув о стену. Хай! Вы кто? Так. Совесть. Серьёзно? Да, прикинь. Чья? Твоя. Ты же совесть потерял. Радуйся. Нашлась. Теперь совесть будет тебя мучить. Ребята, вы соображаете, на кого наехали? Человек вовсе не выглядел напуганным. Он ведь не понимает, с кем говорит. За мной стоят такие люди. Афёры с кредитами зашли слишком далеко. И ты за это ответишь. Где архив? О чём-то? Какой ещё архив? Разговорить с банкира силой. Мия приблизилась к человеку. Тум? Удар хрупкой девушки легко повалил грузного банкира. Она прижала его к полу креслом. Толстяк дёрнулся, но тщетно. Скажи мне всё, а то... Макс смотрел на происходящее без одобрения. Может, лучше я им займусь. Я же справляюсь. Мия сверху вниз взглянула на банкира. Верно ведь? Или отдать тебя моему другу? Вы кто такие? Не твоё дело. Архив? Вывезли. С чего вдруг? Слушайте, я ни в чём не виноват. Я просто имею с банка деньги. Дела ведёт подставное лицо. Этот идиот попытался кинуть не то газету, не то какой-то журнал. Те обратились в суд. Вышло громкое дело. Пришлось всё подчищать на случай внезапной проверки. Продолжай. Это всё... Я не знаю, куда спрятали документы. Что ты тут делаешь среди ночи? Говорю же, управляющий идиот. Я приехал убедиться, что он не хранит здесь никакой информации обо мне. Жить хочешь? Вы совсем с катушек слетели. Оборотень наклонился над банкиром. Будешь говорить мимо темы, станешь не нужен. Тогда я тебя мехом внутрь выверну. Опа! Что надо? Где ты держишь реальную бухгалтерию? Чего? Архив банка увезли. Но есть же ещё и бумаги, в которых информация о финансовых схемах, по которым ты, настоящий владелец, получаешь свои деньги. Зачем вам это? Сдам всё это в полицию, чтобы Eastern Unlimited Trust закрыли. Зато ты останешься жив. Банкир посмотрел на оборотня. Вы это серьёзно? Макс кивнул. Так не делается. Есть люди, они имеют с меня хорошие проценты. Они вас везде найдут. Тебе не о нас волноваться надо, а о себе. Посмотрите на его противный взгляд такой. Убеждённый банкир назвал адрес. Там живёт мой бухгалтер. У него все бумаги, плюс информация в компьютере. Молодец. Ещё вопрос. Ты знаешь код от сейфа за картиной? Нет. Меня деньги и мелкие секреты управляющего не интересуют. А пока копался тут в кабинете, видел запись, похожую на код? Их тут больше дюжины. И в блокноте, и на компьютере. Показывай. Макс без труда поднял банкира, толкнул к столу. Вот, и ещё здесь. Наборы цифр были записаны в разных компьютерных файлах и на бумагах. Ещё вот. Может, и это не всё. Оборотень аккуратным выверенным движением стукнул человека по затылку, и тот отключился. Мия сняла со стены картину, увидела сейф. Перебирать все коды – это может занять много времени. Стоит рисковать? Полиция сюда пока не едет. Мы бы узнали из их переговоров. Рация, которую ты добыла, молчит. Попробую хотя бы пару раз. На выбор было много разных комбинаций. Что набрать? Давайте сначала начнём. На панели сейфа мигнула красная лампочка. Дверца не открылась. Так. Снова красная лампочка. Время. Надо открыть. Мия снова выбрала код. Шесть, пять, три, три. О, пик. Панель мигнула зелёным. Дверца сейфа распахнулась. Есть. Бабосики. Отлично. Мия достала из сейфа деньги и увидела. Тут ещё тайник. Что? Сейф внутри сейфа. Шестизначный код. Посмотри, коды из шести цифр. Нет времени. Успеем. Надо попробовать. Надеюсь, это не жадность? Говоря это, оборотень искал подходящие комбинации. Если только совсем чуть-чуть. В первую очередь хочу наказать их. Есть три кода. Диктую. Обчистим мерзавцев. Ничего не произошло. Электронный замок пискнул. И вторая дверца открылась. Управляющий банка и правда кретин. Потрясающий код. Ещё бабосики. Отлично. Девушка быстро протёрла всё, чего касалось, уничтожая отпечатки. Это правильно. Мия перешагнула через грузного банкира. У неё мелькнула мысль. У такого типа, наверное, куча наличностей в бумажнике. Слушай, детка, тебе всё мало и мало, да? Покупает себе что угодно. Ездит на дорогой машине. На деньги, которые украл у честных людей. Идём. Я, конечно, в шоке, но... Мия, только ради тебя, чтобы ты была довольна. Выбор повлияет на историю в будущем. Девушка проверила карманы банкира, достала пухлый бумажник. Воришка. Давай быстрее. Да, да, сейчас. Макс ухмыльнулся. Ох, капец. Всё, уходим. Они выскочили из кабинета и быстро двинулись к выходу. Макс посмотрел на часы. Сейчас компьютеры банка снова включатся, и сработает сигнализация. И тут заработала рация, полученная Мией от офицера Мюррея. Понял вас. Проверю. Вхожу в банк через служебную дверь. Макс резко остановился, придержав Мию за руку. Подожди. В рации снова послышался голос, немного искажённый помехами. Требуется подкрепление и скорая. Охранник банка без сознания. Мия поняла, что полицейский увидел того, кого она обезвредила первым. Оборотень быстро, бесшумно двинулся по коридору. Девушка, немного отставши, шла следом. Осторожно выглянув за поворот, они увидели, как полицейский прощупывает охраннику пульс. Макс двумя прыжками преодолел расстояние и... Руки... Бум точным ударом отключил патрульного, оглянулся на Мию. Скорее, идём. Из рации послышалось. Подкрепление будет через две минуты. Доложите обстановку. Сердце девушки бешено колотилось. Казалось, за пазухой бьётся птица, стремясь вырваться наружу. В голове у Мии уже пронеслось. Всё получилось. Как вдруг включилась сигнализация. Ой... И тут оборотень выкинул невообразимое. Он резко притянул к себе Мию и с жаром поцеловал. Голос из полицейской рации пытался дозваться патрульного. Что-то говорил о спецназе. Девушка не слушала. Офигеть! Макс, ты чего творишь? Убегать надо! Такой адреналиновый всплеск у тебя. Поддаться к безумству. Ситуация была настолько дикая, что девушка просто отдалась мгновению. Вот-вот должна была появиться полиция. Резкий звук сигнализации терзал слух. В любой момент могли прийти в себя вооружённые охранники. А Мия, наплевав на всё, самозабвенно целовалась. Обалдеть! Обалдеть! Вдруг волк отстранился, и грибо и как-то невероятно страстно ухмыльнулся. Топаем отсюда чокнутая, поймают же. Слышь, а кто начал? Вот! Это я-то чокнутая? Ты сам полный псих. Судя по всему, из нас должна получиться отличная пара. Нашёл время и место. Как обычно, неожиданно, Макс посерьёзнел. Сказал, глядя девушке в глаза. Здесь и сейчас ты чувствуешь жизнь. Её биение, пульс. Здесь и сейчас смогла почувствовать меня оголёнными нервами. Потом кровь в венах побежит медленнее, краски потускнеют. Иначе это стало бы очередным поцелуем с очередным парнем для тебя. Девушка и для меня. Я не очередная? Нет. Коротко и ясно. Он как пламя. То взрывается, выбрасывает снопы искр, то переходит в спокойный ровный гул. Но никогда не гаснет. Не сгорю ли я в твоём пожаре, Макс Фолл? Привычное лукавство опять заиграло в пепельных глазах. Ещё немного задержимся и станем не очередными, а последними друг для друга на многие годы. У заключённых тюрьмы романтика своеобразная. Двигаем. Фух. Прежде чем появилось подкрепление полиции, Мия и Макс запрыгнули в машину. Истерн Анлимитед Раст остался позади. Кажется, успели. И рация офицера пригодилась. Да, без неё мы бы патрульного врасплох не застали. Компроматно, Мюррея, придержи. Вдруг ещё пригодится. С твоей этой тягой к авантюрам. Согласна. Не буду пока удалять. Мия ещё несколько раз обернулась, но никакой погони за ними не было. На лице девушки сама собой появилась улыбка. Это у тебя нервное или радуешься? Понравилось? Да, было круто. Как в кино. В следующий раз будем брать хранилище. Шутишь, надеюсь? Да, не всё же тебе надо мной шутить. Хотя... Дело вышло прибыльным. Девушка помахала пачками денег, вынутыми из сейфа. Звони в полицию, пока наш банкер не очухался. Оборотень протянул мне специально приготовленный телефон. В Eastern Unlimited Trust было полно полицейских. Ну, рассказывай, как ты оказался в здании ещё до того, как сработала сигнализация? Случайно? Здесь мой район патрулирования. Тут разговор был прерван. Сэр? Да. Звонок от неизвестного. Девушка говорит, что обладает важной информацией о банке. Офицер взял из рук полицейского телефон. Мюррей слушает. Ой, Чак Мюррей? Да, это я. Ваш голос. Я вас знаю. Как сказать, вы в банке? Да. Почему? Ведь вы работали в отделе убийств. Там что, кого-то убили? Меня перевели. Да кто вы, чёрт возьми? Мия проигнорировала вопрос. Я назову вам адрес, по которому вы найдёте документы чёрной бухгалтерии банка. Возможно, даже застанете там бухгалтера. Настоящий владелец банка регулярно обманывает вкладчиков, отмывает через Eastern Unlimited Trust деньги бандитов. А это ограбление фикции. Очередная афёра. Попытка вытянуть финансы из страховых компаний. Но конкурентам этого банка удалось помешать планам, ведь хранилище осталось заперто. Верно. Надеюсь, моя осведомлённость заставит вас серьёзно отнестись к информации. Откуда вы всё это знаете? Кто вы? Поспешите, мистер Мюррей. У вас есть прекрасная возможность раскрыть громкое дело. Для вашей репутации это сейчас крайне важно, не так ли? Девушка продиктовала адрес, затем прервала связь. Я точно слышал этот голос раньше. Но где? Чак Мюррей подозвал полицейского. Да, сэр. Спецназ ещё не уехал? Нет, все здесь. Отлично. Это отлично. Готово. Представляешь, этим делом занимается Чак Мюррей. Его перевели. Это неплохо. Ты всё ещё держишь его на крючке. Значит, расследование точно пойдёт в нужном нам направлении. Ну, вот и дома. Взгляд волка был игривым. Как в банке. Мия шагнула к нему. Макс коснулся её руки. И тут... Ха-ха-ха-ха. Милкий. Привет. Ну, рассказывайте. Как всё прошло? Грабанули? Ха-ха-ха. Привет. Я говорил Шону, чем собираюсь заниматься сегодня. Только он должен был быть дома, в стае. Я приехал вечером на такси. Зачем? Подумал, вдруг кого-то из вас подстрелят и понадобится моя помощь. Ну, ты помощник. Шон. Ты не рад? Я что, помешал? В следующий раз позвони заранее. Макс и Мия переглянулись. Она слегка смутилась. Я пиццу заказал. Кино смотреть будете? Будем. И пиццу, и кино. Ха-ха-ха. Шон приколист. На следующий вечер Мия, Виктор и Макс собрались на нейтральной территории. Место устроила и вампира, и оборотня. Добрый вечер. Хай. Привет. Ван Арт, ты хотела чем-то поговорить? Что случилось? Сложилась классическая ситуация. У меня есть две новости, хорошая и плохая. Хорошая, скоро я буду знать, где обитает Говард. Плохая, Говард знает, что я его ищу. Также ему известен мой адрес. Откуда? Например, ему могла помочь Стелла. Подружка-отморозка, убившего твою сокурсницу? Угу. Может, и не она. Важно не это. Говарду некуда отступать. Он готов на открытый конфликт. Он ставит на кон все и убьет Мию, если найдет. Мия. Да? Ноэль будет рад, если ты погостишь у него какое-то время. Ты никого не будешь стеснять, тем более Дастин в отъезде, там тихо, спокойно. Давай я отвезу ее за город, подальше от вампиров, к своим. У Ноэля вполне комфортно. Искать Мию у оборотней Говард точно не станет. А если он узнал твой адрес не от этой Стеллы, да? Если Говард знает, где дом Ноэля. Кстати, кто он? Мой отец. Мия, что сама думаешь? У Макса большая семья. Заберем. Ой, и этот шон в конце, конечно. И меня, конечно, очень дико удивил поступок Макса, когда он решил поцеловать Мию в такой прям стрёмный момент. У меня даже мысли таких не было. Тут нужно бежать со всех ног, а он... Давай поцелуемся. Ну, в этом, наверное, весь Макс, он показал свое нутро. Ах, ну что, друзья, плейлист этой истории вы всегда найдете в описании под видео. Спасибо всем, кто читает вместе со мной. А с вами была Алиса. До встречи в следующем видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok